Если бы астрология была просто наукой о звёздах, она бы называлась астрономия. Я думаю, многие из вас согласятся, потому что я смотрю, здесь есть люди, которые изучали астрологию, глубоко изучали астрологию, и они понимают, что на сегодняшний день очень многие аспекты в астрологии делают вообще программное обеспечение, делают компьютер. Мне доводилось видеть в звёздном городке исключительно качественную программу, которая даже ещё выдавала определённый психологический портрет человека, чей гороскоп вводился в неё. Но дело в том, что всё равно конечный расклад, конечный прогноз по натальной карте, по гороскопу всегда даёт астролог. Именно астролог отвечает на вопросы. Именно астролог находится в определённом, скажем так, откуда-то же он берёт информацию. Если бы он брал информацию только со внешнего, если бы он брал информацию только со звёзд, то, наверное, первый встречный мог бы стать астрологом. Профессия астролога в Индии уважаемая. К ней относятся немножко не так, как в нашей стране. Если в нашей стране в Авере услышали, что едет астролог, и это вызвало скептическую улыбку, то в Индии это брамины, это уважаемые люди. Профессия астролога передаётся по наследству. Профессии астролога образование можно получить в институте. Причём это будет высшее образование. И в частности, вот так, Джунджик Рапорт является профессором одного из индийских вузов, где преподает астрологию. Опять-таки, уже с большим стажем, опытом он проводит занятия и в Европе тоже. Поэтому, если всё-таки есть народы, где эта профессия уважаемая, почётная и действительно не первой встречи не может этим всем заниматься, для этого надо определённое внутреннее духовное состояние. Это симбиоз развития человека, духовного развития человека и его воспитания, знания, образования и так далее. Здравствуйте. Заходите. В этом плане астрология интересна и как наука, причём интересна она не только как астрономическая наука, она интересна как духовный путь, как путь развития человека. Я встречала людей, которые занимались астрологией много лет. Они имели абсолютно разное положение в обществе, абсолютно разный финансовый достаток. Их объединяло всех одно. Они действительно были очень увлечённые люди. Астрологию нельзя взять на скоком, скажем так, освоив один курс, или взять, купить там 10 книг, прочитать, выучить их наизусть. И вы уже астрологи. Когда человек начинает заниматься астрологией, надо понимать, что, на мой взгляд, это минимум два года усердного труда, минимум два года для того, чтобы взять базу. И этот усердный труд связан не только с книгами, с познаниями, с изучением определённого глубокого изъяло. Этот труд ещё связан с работой над собой, с углублением в себя, с проработкой своих определённых программ, комплексов, определённых жизненных ситуаций. Потому что, если вы приходите действительно к качественному астрологу, вы замечаете наверняка, кто уходил на консультацию, видел, вы приходите, и вы забываете рядом с астрологом о тех проблемах, которые вас беспокоят. Ведь если вы идёте на консультацию, значит, у вас есть жизненный вопрос. Как я говорю, у вас уже есть тревожное состояние. И это тревожное состояние астролог за время консультации у вас снимает за счёт того, что он вам даёт какие-то ответы на ваши вопросы. Вопросы, ответы какие-то, почему какие-то, я поясню. Потому что астрологам могут быть разные ситуации. Например, пришёл человек с вопросом, как много ему жить осталось, а у него в гороскопе написано, что всё, уже прощаемся с тобой, дорогой. Но на самом деле астролог не имеет права такого сказать своему клиенту. Он не имеет права не дать ему надежды на жизнь. Он не имеет права не дать ему толчка к развитию, к изменению надежды. Он не имеет права человека опустить вниз в его состоянии, если он уже пришёл в тревожном состоянии, в депрессивном состоянии. Он имеет право только поднять его и выполнить роль профессионального психолога. И в таком случае астрологический прогноз надо уметь дать настолько грамотно, чтобы с одной стороны поднять человека, а с другой стороны не соврать человека. Понимаете? И это профессиональная работа. Это действительно глубинная работа, когда ты должен чувствовать человека настолько качественно подбирать к нему слова, настолько иметь тонкую самостройку с человеком, но вы же понимаете, это по книжкам не учится. Это вопрос внутренних состояний, глубинной работы человека самого с собой. И здесь, в связи с этим, получается, что роль астролога, роль учителя астрологии, она настолько многогранна, и более того, количество учителей в жизни, вы понимаете, что в астрологии однозначно не равничает. То есть, если человек увлекся этой наукой, то у него будет много учителей, и у каждого учителя он возьмет его опыт, он возьмет его состояние в виде опыта. Потому что в тот момент, когда он проходит обучение у астролога, он, мы же, кто проходил на УП, знает, мы на автомате все время друг к другу подстраиваемся. Есть такое понятие подстройки, мы когда начинаем общаться, вот какое-то время у нас идет рассогласование, а потом мы работаем все на одном уровне. И когда вы приходите в группу на занятия астрологией, и астролог действительно владеет состояниями, свой опыт он передает из своих внутренних состояний. И в этих состояниях у вас появляется на ту информацию, на которую он выдает, как бы ярко в дальнейшем, когда вы соприкасаетесь с этой информацией, с его жизненным опытом. Вы автоматически входите в это состояние для того, чтобы проверить, правильный прогноз или неправильный. И чем больше у вас этих якорей, тем более качественные прогнозы вы можете дать. Но якоря вот свои даются из неактивного ума. Они даются из режима торможения, когда у человека действительно мозг работает в определенном режиме работы, от альфа и ниже. И когда астролог действительно уравновешен, спокоен. А когда астролог уравновешен и спокоен, тогда у него решены его жизненные проблемы. Когда он гармоничен в Вселенной. Когда у него выстроена как личная жизнь, так и финансовая жизнь, так и отношения с родителями, так и безопасность и так далее. Все параметры жизни, которые описывают, которые важны для нас. Когда астролога выстроены, когда у него есть гармония, соответственно, он тогда сам не тревожится, он тогда сам может находиться в этих состояниях сознания. И, соответственно, из этих состояний сознания он может транслировать вам свой накопленный опыт. И в данном случае в астрологии понятие накопленный опыт, оно безгранично. Почему безгранично? Потому что, если изучали, понимаете, там звезды в каком-то доме, и тут же трактовки идут, и иногда эти трактовки вообще взаимоисключающие. Вот правило читаешь, вот оно, правило, идет здесь такое, представьте, заходите. И тут же раз правило перевернуто, уже совсем наоборот идет трактовка. И ты не знаешь, какой выбрать, где правильно, где неправильно. А правильно и неправильно, тем более, если вы разные школы астрологии совмещаете, то там вообще правильно и неправильно будет где-то пересекаться настолько взаимоисключающе. А правильный ответ всегда будет находиться у вас внутри. И правильный ответ вы будете чувствовать у себя внутри. потому что ваше тело в данном случае будет тем прибором, который будет указывать, насколько правильно вы можете дать трактовку по тому или иному моменту. И в этом плане, например, рассказывая о том, какая астрология лучше, западная, ведическая, еще какая-то, на мой взгляд, это, ну, скажем так, не совсем компетентные споры, потому что разные виды астрологии, они предлагают всего лишь разные варианты, разные якоря на то, чтобы добраться до одного и того же прогноза. Если кому-то заходит, нравится там западная астрология, ее точно так же хорошо можно сочетать с другими знаниями, с другими астрологиями. Вопрос в том, чтобы вам качественно смогли преподать состояния, те состояния интуитивные, в которых вы будете в дальнейшем выдавать информацию своему клиенту. И опять-таки вы сможете работать сами. Пока человек занимается астрологией, из вот опыта, сколько мы занимаемся, то, что мне приходилось наблюдать и самой пробовать заниматься, честно скажу, я в астрологии позанималась, прошла два курса и поняла, что два года сегодня я выделить на нее не могу. Ну, просто у меня нету на нее реально времени, на те варианты конструкции внутренних для снятия той или иной информации. Психотехник на снятие информации сегодня очень много. И есть в психотехнике значительно проще. Ну, например, людям с аналитическим складом ума, астрология — это просто манна небесная, и она реально очень хорошо помогает и очень хорошо выдаёт результаты. Более того, астрология является очень классным хобби для людей, у которых нет хобби. Сегодня, вот кому-то смешно, кому-то не смешно, но сегодня обращаю внимание. Когда у человека возникает тревожное состояние, когда ему нечем заняться, понимаете? Когда у человека нету самореализации, когда у человека нету хобби. Кому-то нравится спорт, классно он ходит, занимается. Но есть люди, кому нравится сидеть, высчитывать, строить графики, что-то рассказывать другому, кому вообще очень интересна психология. И в этом плане астрология как хобби — одна из лучших психотехник, которая выводит человека из депрессивных состояний и даёт ему моменты такого творческого прорыва внутреннего. Я видела людей увлечённых, которые этим живут. И это на самом деле, ну скажем так, меня цепляло их воодушевление на то, как они живут, и как они вот этой темой занимаются, насколько они этим всем воодушевляются. И я понимала, что да, это определённый склад, скажем так, ума, определённый склад сознания, определённый темперамент. Всё срослось в одном. У человека вот такое проявление. Более того, из астрологии ты на самом деле достаёшь объективную информацию. Очень много. Более того, астрология великолепно сочетается абсолютно с, казалось бы, с такими психотехниками, которые, ну вообще, к астрологии, казалось бы, не имеют отношения. Вот возьмём тетахилинг, да, сегодня современное модное направление, когда человек погружается, работает со своими убеждениями, вторичными выгодами. Причём тут, казалось бы, астрология? Оказалось, большинство тетахилеров пошли учиться астрологии. Зачем? Просто тупо они поотрабатывали те программы, которые на поверхности, а глубже копать. Это же надо с кем-то работать, это же тяжело. А тут берёшь городском, а там половина твоих убеждений кармических уже написана. Бери и отрабатывай. Великолепное сочетание и классный, скажем так, вот элемент такой, ну я бы не сказала халявы, потому что это такая достаточно продаёмкая халява, да, но это результативная вещь, она очень хорошо сочетается. С теми же самыми боевыми искусствами, как сочетается астрология. В своё время есть такой Александр Леонидович Лавров, приезжал к нам с бесконтактным боем, и он всем дружно порекомендовал на семинарах, ребята, вам надо освоить З-9. И сбросил всем на плэшку. Что такое З-9, он никому не сказал. Ну и послал всех осваивать. В расчёте, что люди умные, откроют, скачают эту программу, установят, начнут работать и поймут, что сам не разберёшься, надо идти учиться. Но расчёт не оправдался, потому что мне начались письма, расскажите, как мне работать З-9, что это такое и зачем он нам это давал. И человек рассчитывал, что он в 5 минут откроет, и ему какая-то халява прилетит. А не прилетает. Дело в том, что, скажем так, в те же самые программы тренировок в боевых искусствах входят элементы наблюдения за внешним отражением, как Вселенная отражает какие-то действия, что можно делать, что нельзя, какие дни по Луне, в какие моменты лучше чего-то не начинать. Там куча таких вопросов, которые надо успеть заметить, более того, вести дневник по дням, что и как, когда происходит. И здесь получаются астрологические... Проходите, проходите. Астрологические наработки, которые есть в программах, во всём, они великолепно сочетаются даже с этими вот, с боевыми программами по тренировкам. Но большинство людей так и не догнало, что надо просто пойти и начать учиться. Потому что самостоятельно сесть и разобрать это программное обеспечение, математическую часть можно разобрать. Дальше. Ведь мы говорим об изменённых состояниях сознания, о тех состояниях, интуитивных состояниях человека, когда человек из себя берёт информацию. Вопрос, как он её берёт, и как он её в дальнейшем применяет, в какую область он будет её применять на какие-то боевые вещи, или он будет её применять для того, чтобы оказать психологическую помощь человеку, или он будет применять это для себя, для своего саморазвития и так далее. От этого наука астрология, я называю это наукой, потому что всё-таки она имеет астрономическую базу, хотя она относится в зоне субъективного восприятия человека, того восприятия, когда человек всё-таки находится внутри себя и строит свою картину изнутри себя. То есть официальной наукой она вряд ли когда-то будет признана. Но наработки её будут применяться во многих отраслях, во многих, ну скажем так, проявлениях нашей жизни, питалой жизни. Из того, что мне очень нравится в астрологии, там есть такие наработки, связанные с планетой. Мы не можем у себя в сознании исключить элемент, что планеты на нас не влияют. Так или иначе, с какой бы стороны мы ни подходили, мы всё равно придём к тому, что мы ходим по земле, здесь есть земное тяготение, здесь есть луна, здесь есть лунатики, да, как проявление психологических, психических расстройств, здесь есть влияние звёзд. Всё равно даже умом мы будем за это цепляться. И это помогает нам, в каком плане, когда мы даже находимся в активных состояниях, когда мы используем современные ресурсы, программное обеспечение и так далее, вот эти вот якоря нам помогают работать с нашим умом. Для того, чтобы сделать интуитивный прогноз, нам надо, чтобы программа ума была, ну, как минимум, тихой, да, чтобы он громко не разговаривал, она разговаривает. Со всем отключённым не получится, его задача всё-таки дошифровать тот информационный поток, который идёт через нас, и выдать правильную информацию своему клиенту. Так вот, самое интересное, что вот этих якорей, точек привязок нашего сознания к информации, которая является заведомо достоверной. В астрологии наибольшее количество. Что это значит? В большинстве случаев, делая прогноз, мы уже будем делать прогноз не из состояния «я верю» или «я не верю», или «я предполагаю». Мы будем делать прогноз из состояния «я знаю». Прогноз из состояния «я знаю» в одной точке рождает, прогноз из состояния «я знаю» в другой точке. И таким образом ваш прогноз действительно будет достовернее. Вы будете снимать информацию достовернее. Как только вы смогли погрузиться в себя на тот якорь, который вы получили в процессе общения с астрологом, вы достаточно достоверно сможете выдавать объективную информацию с того накопленного опыта астролога, который вы получили во время его занятий. Касательно перездачи состояний в интернете. Я знаю, что и по телевидению мы подстраиваемся, когда к телевизионным программам, в интернете мы подстраиваемся. Вы понимаете, я не очень хорошо отношусь к интернет-обучению, поэтому я до сих пор максимально организую живые семинары. Почему? Когда мы работаем с телевидением, с интернетом, с компьютером, у нас работают всего два канала восприятия – зрения и слуха. Наш самый широкий канал тактильный отсутствует полностью. Вкусовой, запаховый, вестибулярный отсутствует полностью. Что это значит? Это значит, что и плюс звуковой еще идет с перекосами звука, с искажениями звука за счет того, что передача информации идет на расстоянии. Таким образом, мы значительно сильно, очень сильно обрезаем свои каналы восприятия и при этом надеемся, что мы получим полностью те состояния и ту информацию, которую передает по всем каналам одновременно астролог или тренер, не важно в данном случае, какие техники будут транслироваться. Если все-таки человек хочет получить качественную передачу информации по психотехникам, то, на мой взгляд, кроме живого общения достоверно, качественно передать информацию, но сегодня другого варианта нет. Иногда имеет смысл не пожалеть финансов и съездить к тому шаману, тренеру, учителю, гуру, неважно, где вы будете брать психотехнику, лучше съездить к нему и пообщаться живем, и тогда ваше восприятие даст вам намного шире картину мира и картину техник, нежели вы ее сможете взять по интернету либо же через книжку, я вообще молчу, это только информация для ума. По состояниям она очень сильно ограничена и ограничена вашим опытом в том числе. Вот эти вот вещи, они на самом деле в астрологических, в натальных картах они видны. И вопрос настолько, как корректно донесет информацию астролог до клиента. И в данном случае я бы исходила из подстройки к клиенту. То есть если клиенту действительно болезненно, невозможно сейчас слышать про брачный контракт, то ему о нем говорить и не надо, потому что ему болезненно. А это астролог нащупывает внутри себя, насколько качественно отреагирует клиент. Что ему можно говорить, что нельзя. Это вот та интуитивная программа, которая у астролога уже должна работать, потому что только через ее призму он дает информацию. Он сперва снимает информацию с клиента, подстраивается и выдает под него информацию. Например, если вот в случае с моим ребенком Арджун выдавал информацию, если бы он выдавал информацию так, как корректно и он бы уходил, я бы не задавала наводящих вопросов. То есть мне надо говорить конкретно, у меня нет проблем, так, так, так. Я вижу, во-первых, сама чувствую, но и в моей точке корректности, чем правдивее информация, тем она мне более приемлема. Есть люди, которые не терпят правду, есть люди, которым можно сказать, что у него рак, а есть люди, которым если скажешь, что он рак, то он тут же и себе кухарном устроит. Таким нельзя говорить, что у него рак. А тем, у кого он нормальный, которые бороться за жизнь будут, тем надо говорить, что у него рак. И вот в данном случае, опять-таки, это корректность психолога, каким, астролога и психолога, каким образом он донесет эту информацию до клиента. Есть общепринятые нормы корректности, там, начиная от неупотребления нецензурных слов, да, до, скажем так, есть какие-то социальные стандарты, и если астролог не будет их придерживаться, то самое главное не нанести вред психике своего пациента, клиента, да, который пришел, потому что иногда и пациенты приходят. Вот. И вот в данном случае самое главное правило не навреди. И если астролог профессионален, то он просто подстроится под своего клиента и выдаст ему информацию на том языке, на котором он воспринимает. Опять-таки, ведь люди приходят разные. Иногда приходит маг, колдун и в такой эзотерической обертке человек, что если ты с ним начнешь говорить нормальным русским языком, то он тебя не поймет. А бывает наоборот. Приходит там родина, партия КПСС, и все. Вот с каждым человеком надо говорить на его языке, его лексикой, с его постройкой. Но в случае Арджуна мало того, что он подстраивается, здесь еще должен подстраиваться, а дороги мы всегда выбираем сами. Поэтому ключевые моменты в гороскопе, они видны, и тогда астролог говорит, это может быть. Но у нас остается право выбора, чтобы это изменить или упростить, или сделать лучше. Более того, понимаете, мы ведь эти моменты чувствуем и без астролога. Вы же, когда подходите к тонким ситуациям, у вас каждый раз внутри есть позывной такой сигнал, вот это надо взять, а лучше бы я вот документ вот этот вот такой оформила, а лучше бы я вот это сделала. И если поленился и не сделал, потом это и кается. А если сразу прислушался к себе и сделал, то понимаешь, ой, как классно. Вот, и не надо семь раз бегать. Поэтому, опять-таки, на один и тот же брачный союз, на один и тот же брачный контракт, кому-то не надо брачный контракт. Кто-то не разведется всю жизнь, у него все нормально будет. А если разведется, то муж подарит и уйдет, или жена подарит и уйдет, и начнет все с нуля. Вот. А у кого-то действительно без брачного контракта потом начинаются такие чудеса. Зачастую эти чудеса кармические. Потому что все-таки контрактную систему прихода нашу в группу пока никто не изменял. Она есть, и мы сюда приходим по контрактам. Эти контракты астрология показывает. Чем, опять-таки, хорошо работает эта хелинность, что контракты там тоже видны. И это тоже упрощает жизнь на порядок, если работать, отрабатывать вторичные выгоды, утверждение, в это закатываться. То есть кусок астрологии упрощает работы. Поэтому, скажем так, как одно из направлений необычайно перспективных и необычайно качественных я астрологию люблю. А вот как практику, которая сочетается абсолютно со всеми практиками и упрощает их, тоже астрологию люблю. Но дело в том, что это понятие упрощения, оно настолько условно. Потому что для того, чтобы там упростить, зачастую эта практика, скажем так, на порядок проще, нежели астрологию. Тот же самый Татахилинг настолько маленький, ограниченный по сравнению с астрологией, что вопрос, что кого упрощает. Если вот брать по-честному, да, или по объему материала, который выдается, то астрология — это хобби длиной в жизнь, минимум два года только на то, чтобы подойти и начать работать. Но это действительно очень качественное хобби. Ещё астрологию всегда рекомендую. Сейчас модно выходить замуж за обеспеченных мужчин, и сидеть дома, да. И зачастую женщина говорит, я буду сидеть с ребёнком, и вот моя жизнь, моё предназначение в этом ребёнке, понимаете, как она портит жизнь ребёнку? Вот просто умопомрачительно. Она успевает за свою жизнь достать ребёнка так, что тот не знает, куда от неё бежать. Как с ней. Ну и своё, соответственно, точно так же. Так вот, для таких женщин вообще астрология — это находка. Во-первых, можно дома. Во-вторых, к тебе будут приходить общаться. В-третьих, можно заниматься саморазвитием, самопознанием. В-четвёртых, ты не портишь жизнь своим детям. Более того, ты где-то даже можешь им помочь. И, скажем так, для бизнесменов средней руки и выше в тусовке сказать «Моя жена астролог» — это понты. Я так вот, да. На самом деле, я с этим сталкивалась в жизни, встречала. Мне было сперва смешно это наблюдать, а потом я поняла, ведь мужчины тоже осознают, какой объём информации перелопатила их жена. И они понимают, что если бы она была дурой, она бы не справилась. Перелопатить такой объём информации может действительно только умная женщина. Поэтому и понты. Моя жена занимается астрологией, и это равносильно тому, что моя жена умная. Она не просто друг хозяйка, она умная. Поэтому вот с этим тоже в жизни сталкивалась, над этим прикалывалась, и в конечном счёте поняла, что это имеет под собой действительно реальную сну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова